Собрала вот такую цепь. Браслетик сделала вот такой двойной, два оборота. Теперь посмотрите какое у меня интересное украшение выкладывается вот из этих бусин каких-то тибетских. Я вот так сложила его симметрично вот таким образом и его чем-то нужно здесь добавить. Фурнитура здесь бронзового цвета, поэтому сейчас я положу какие-нибудь бусинки бронзовые. Ну вот допустим пакетик с шапочками я нашла, то есть сюда можно добавить и какие-то более крупные бусины и мелкие и сделать латунной фурнитурой такое чудесное украшение. Ну вот нашла я вот такие, смотрите, бусинки. Сейчас буду их применять в этом украшении, в этом расставлять их. Они вроде не такие заметны, не так много они на себя берут и позволяют вот этим бусинкам заиграть в их окружении. Сейчас буду их вот так расставлять здесь и смотреть, что выходит. Смотрите, начала собирать это украшение и вот так у меня получается, но меня смущают вот эти два розовых камня. Во-первых, это третий цвет розовый. У нас вроде здесь цвета получаются латунь, красный и немножечко голубого. И получается еще розовый. это первое. И потом мне не нравятся они какие-то кривоватые, на самом видном месте и, как сказать, какая-то неяркая получается композиция. Но в этих красных бусинах есть красные большие бусины, которые у меня получились неиспользованными, а мне очень хочется их использовать. К тому же, вот видите, в браслете я тоже две розовые поставила бусинки. Но сейчас все розовые я буду убирать и хочу поставить вместо них вот эти красные. Пускай будет поярче украшение и понаряднее. Тем более, красные бусинки у меня здесь вот в конце есть. И хочу, чтобы они еще здесь были у меня. Сейчас подберу к ним шапочки и сделаю здесь вместо розовых вот эти две красные бусины. И заодно у меня бусина пойдет в браслет красные. Они, правда, все очень разные. Они размерами отличаются чуть-чуть. Сейчас буду подбирать. Также хочется добавить вот таких бусинок голубых. У Ольги я нашла всего одну бусину, такую голубую. И то она, видите, такая уже выгоревшая. Ее здесь потемнело от шапочки. Поэтому я нашла свои бусинки, такие же голубенькие. И сейчас их применю и здесь, и в браслете. Смотрите, с чем я столкнулась. Собираю вот так теперь бусы. Теперь, смотрите, мне не нравится, как ведет себя вот эта бусинка. Она не подходит для мемори проволоки. Ее все время как-то поворачивает. То есть она не лежит ровно. Плохо она двигается. Тут, видимо, прямая линия, либо проволоку в этом месте надо выгибать прямой линией, чтобы она, эта бусинка была здесь. То есть вот здесь взять и выпрямить здесь проволоку. Но я боюсь, перекосит все изделие. И, может быть, я сейчас поставлю вот сюда третью бусинку красную. И будут посередине просто три красных бусины без этой. Жалко, не могу вашего совета спросить. Ну, показываю вам разные варианты. Вдруг кому-то захочется вот что-то наподобие выполнить, и вам больше нравится вот так. А кому-то больше понравится вот так, три бусины. Наверное, я все-таки поменяю. Потому что мне не хочется, чтобы человек ходил и все время поправлял эту бусину у себя на шее, чтобы она ровно стояла, а вот так вот не перекашивалась. Вот. Ну, то есть вот я поднимаю. Видите, она не возвращается на место. Вот она перекошенная. Значит, что-то надо делать здесь с этой мемори-проволокой. Ее нужно выпрямлять в этом месте. Я вот подставила третью бусинку, и мне показалось, что даже так наряднее кажется. И к тому же мне бусинки надо идти израсходовать красные. Куда я их потом дену? Я хочу, чтобы у Ольги все ее бусины вернулись и обратно в таких новых украшениях. Комплект украшений готов. Я их называла тибетские украшения. Потому что они очень получились и по цветовой гамме, и по бусинам. Конечно, напоминают украшения из Тибета. И посмотрите вот на это колье целиком. Конечно, эти три бусины смотрятся выигрышнее всего. То есть они лучше смотрятся, чем бусины из бронзы. И они своим размером, то что они такие крупные, они держат всю композицию, являясь ее центром. Остальные бусинки, красивые вот эти, дополняют всю композицию. Получилось, добавила я еще голубеньких бусинок вот этих. И чтобы они сочетались вот с этими двумя конусообразными бусинами. И браслет. Браслет выполнен в таком же стиле, как и колье. На удлиняющих цепочках я поставила вот этих пчелок. Таких вот символ удачи. И серьги. В серьги намеренно не стала включать голубые бусинки. Потому что будет уже перегружено. Перегружен весь ансамбль. Серьги, они у меня дополнение к этому комплекту. Не играют главной роли. А главную роль играет колье и браслет. Такой дуэт получается. Поэтому бусинки в серьги не поставила синие бусинки специально. Ну и к тому же они будут тогда чересчур длинными. А мне хотелось вот красную круглую и красную вот эту овальную поставить. Все бусинки проставила в шапочках. Между ними поставила маленькие проставочные бусинки под латунь. Всегда завершаю колье маленькой металлической бусинкой. Чтобы вот эта проволочка не травмировала ни камень, ни другие материалы, ни гематит. А вот прямо упиралась, чтобы в металл. Вот. И здесь все вот так вот. Подробно вам показываю. Вот таким образом. Ну и симметрия у меня в этом колье. И на уменьшение все бусинки поставила. Удлиняющая цепочка. А на конце маленькая пчелка. С фраслетом то же самое. Все вот, смотрите, в таком же абсолютно повторении. Вот. Вот таким образом. По сережечке просто на пин посадила две бусинки. А между ними поставила вот эту бронзовую бусинку. Плоская шапочка пина, чтобы она не проскочила в бусинку. Поставила такую шапочку внизу и наверху. Чтобы сюда опять-таки вот этот согнутый кончик упирался. Не в бусинку, а в шапочку. Вот таким образом. Оно как-то само собралось. Хотя я изначально не планировала эти бусы красные соединять вот с этими бусинками. А планировала соединять вот эти камушки. Вот. Но никак они у меня сюда не подходили. Получалось какое-то украшение. Ну, как бы сказать, не такое... Не закончили, скажем так. Из красных бусинок у меня остались только вот эти. Я подумаю еще, что с ними сделать. Черные бусины, скорее всего, из этого... Из этих бусинок я вообще предложу Ольге ликвидировать. Потому что они пластмассовые. И посмотрите, как они побелели. То есть это вот такой пластик. У него даже видна полоска вот здесь соединения. Когда пластик, когда эти бусинки создавали. Вот они на всех бусинах. Вот эта потертость от времени и шов. Поэтому я думаю, что эти бусины даже не надо жалеть. Их просто можно выбросить. Осталось поставить только швензы на сережки. И все будет готово. Перехожу к следующему украшению. Это украшение я сделала прямо на одном дыхании. Есть еще вот такие два цветка. Один цветок вот он в хорошем состоянии. Другой сломан. Но деталь вот здесь вот эта есть. И в принципе можно приклеить его сюда. Но если брать один цветок для украшения, а второй для браслета, то приклеивать уже на эту штуку не надо. Здесь у нее ушки, видите, не напротив друг друга. Поэтому на браслете это будет как-то криво смотреться. Не знаю, надо пробовать смотреть. Вот. Пока этот цветочек отложу как бы для браслета, что я придумала с этим цветком? У меня есть вот такой ажурный элемент. Очень красивый, посеребренный, тоже турецкая фурнитура. И я приклею этот цветок, смотрите, на этот ажурный элемент. И дальше очень интересно у меня тут получается. Так, видно или так плохо очень видно? Положу. И смотрите, я хочу сделать такой сатуар. Здесь тоже будут воздушные бусинки с серебряной фурнитурой. И у Ольги очень много вот таких бусинок блестящих, зеркальных, вот таких граненых. Я их буду использовать в этом украшении. Сначала я сделаю подвес. Я хочу вот сделать такой конус. К этому конусу присоединить одна бусинка есть большая. Вот так. И дальше у меня будут капельки капать, связать. Вот так. Сначала я подумала кисточку сделать. Но цветок такой массивный. И у него очень много лепестков. Да еще кисточка будет, наверное, ну как-то, может быть, много всего. Хотя кисточку можно было, знаете, какую взять? Шелковую, тканевую, да? Голубого цвета подобрать. Но вот я хочу сделать такой подвес. Вот. И дальше вот здесь будут у меня бусинки уходить наверх. Вот. Вот. Этим образом. И... И вместе вот с какими-то... Так. Это не такая бусинка. Вот тут. Вот так наверх будут уходить. И вместе с какими-то тоже колечками, которые повторяют круглую форму. Сережки я сделаю к этому украшению тоже такие же дождинки. Вот такие длинные, свисающие, легкие серьги такого плана. И швензы здесь наверху. И для браслета у меня есть еще одна такая бусинка. Либо браслет. Может, даже два сделаю браслета с одной такой бусинкой. А второй браслет вот с этим цветком. Ну, просто на руке, может быть, он чересчур будет мешать этот цветок. Но мне все-таки хотелось бы его использовать, раз один цветок есть, чтобы был еще и второй. Поэтому можно сделать два браслета. Один вот такой, пышный. Ну, я же не знаю там, как удобно будет такой носить или нет. Хочется какой-то здесь толстый такой ремешок. И второй браслетик тоненький вот с этой бусинкой. Вот такая задумка у меня с этим украшением. Ну что, работаю дальше. Буду дальше вам все показывать. Вообще очень интересно. Такой материал совершенно разный. Ну, такие складываются сразу прям несколько украшений из него. Посмотрите, пожалуйста, что я сделала. Приклеила цветочек вот этот к основе. Ну, не стала уже показывать на видео, потому что не знала получится или нет. Ну, это ничего сложного. Я сейчас вам все расскажу. Я взяла вот такую основу. И вот этот цветочек был оторван. У него там такая вогнутая поверхность, желтая. И был старый клей, который я просто сняла. Его легко было снять. Он такой, как резина был. Я воспользовалась клеем Е6000. Наклеивала двумя этапами. Первый этап. Я клеем заполнила цветочек без вот этой основы. Цветочек заполнила, чтобы закрыть вот эту вогнутую поверхность. Чтобы ее сравнять и сделать ее как бы прямой, вровень. А потом второй этап. Я уже дальше наклеила эту ровную поверхность, когда она подсохла через час где-то примерно. И проклеила вот так вот каждый лепесточек. И положила вот эту пластинку и перевернула. И вот так вот. Клей немножечко сюда залился как бы вот на пластинку. Вот здесь вот он даже в эту дырочку попал. И все схватилось. То есть клей с цветочком вместе соединились. Вот такой я буду делать сатуар с этим цветком. И теперь мне нужно разместить бусинки. Вот у Ольги есть такие бусинки. И я сейчас с этим цветком их буду соединять. У нее граненые вот такие зеркальные бусины. Две крупные. Одну я на браслет возьму. Одну сюда. И маленькие. Маленьких вот этих очень много у нее. Я хотела сделать вот такую подвеску. Здесь. И дальше пустить на маленькие вот как-то так. И дальше вот сюда наверх. Чтобы шло на шею. Я также хочу использовать вот эти колечки. Добрала еще шапочки. И шапочки я взяла простые. И не стала я видеть цветочков. Вот такие вот. Чтобы они сочетались вот с этой центральной бусинкой. Она без всяких же украшений. Да. И шапочка. Поэтому я решила, что тоже будет простая. Вот такая. Я очень люблю такую фурнитуру. Простую. Невычурную. И дальше вот такие шарики. Нашла еще. И вот эти шарики тоже, смотрите, подходят к центральному элементу. Поэтому я их буду включать вместе вот с этими бусинами. Вот все Ольгины бусины собрала. Вот они они. И сейчас сначала соберу браслет. А потом уже понятно будет, сколько останется бусинок для самого украшения. Смотрите, еще нашла бусинки. Вот у меня такой мешочек остатков бусинок. Разные серебряные, серенькие здесь есть и разные. И я нашла вот тоже такое же стекло. Вот. Но чуть темнее цветом и меньше размером. И мне кажется, с Ольгиными бусинами вот с этими будет очень хорошо сочетаться. Да? Как проставочные бусинки их буду использовать. Я собрала вот здесь такой хвостик внизу. Соединила бусинки вот эти с помощью пинов. Использовала пины фирмы Златко. Вот они они. Надевала бусинку на него и заворачивала пин. И получился вот такой хвостик. Теперь я хочу показать, как я делаю крепление с колпачком. Я большую бусинку одела в шапочке. Вот здесь вот закрутила двойную петельку, чтобы было покрепче. И надела на пин. И теперь я этот пин поставлю внутрь колпачка. Вот таким образом. И на конце здесь закручу петельку. Вот это будет нижняя подвеска. Вот здесь есть такая деталь. Вот как бы петелька к ней. Я буду крепить верхнюю часть украшения. Верхнюю часть украшения я буду собирать из колечек вот этих. И из фрагментов, которые я сделала. Вот такой фрагмент у меня. Здесь две бусинки мои. Вот эти граненые зеркальные. И одна вот эта Ольгина из ее кучки. Дальше будет фрагмент, состоящий из трех зеркальных бусинок. Вот такой фрагмент, который я сделала из большой бусины под серебро. И две Ольгины бусины. У нее были еще вот такие с бензиновым отливом. И они их здесь достаточно. И еще фрагмент будет вот из одной бусинки. Вот сейчас я сделаю парные фрагменты. Четное количество. И уже из них буду составлять наверху продолжение этого 100 долларов. Сделала вот такие элементы. Ну, во-первых, хвостик. Вот этот сделала. Такой. Здесь я поставила одну бусинку. Видите? Чтобы лучше петелька, вот эта петелька, лучше закрепилась и держалась хорошо. Получилась капелька из нее дождинки падают. Это будет внизу. Дальше. Верхнюю часть я буду составлять из элементов, которые я подготовила. Я подготовила четное количество вот таких элементов. Такие напомнили мне старые елочные игрушки. Бусы. Да? Вот такие. Несколько элементов четных. Вот такие. По три бусинки. Вот. Дальше. Подготовила вот такие тоненькие элементы. Тоже по три бусинки. И подготовила по одной бусинке. Вот такие. Тоже у меня здесь вот кучка. И еще у меня вот сколько осталось. Посмотрите. Ну я сейчас буду вот эти распределять. Делать цепочку из них. И с этими колечками. Потом посмотрю, все скреплю. Если мне нужно будет что-то добавить, я тогда еще буду отсюда делать эти элементы. брать. Но видите, бусины этих никак не заканчиваются. Их очень много оказалось. Да. И вот такой браслет. Сейчас покажу. Собрала браслет. Вот такой вот он. Серебряный получился. Здесь тоже все такие же бусины, как и в сатуаре будут. Ну и осталось сделать серьги. Показываю промежуточный вариант. Я собрала вот такую цепь. Из этих сегментов, которые вам показывала. Вот они у меня тут чередуются. Здесь есть ритм. Колечки поставила. Поставила уже замочек. Удлиняющую цепочку. Вот такую на конце. И сейчас буду прикреплять вот сюда. Вот сюда. Вот. Прямо вот это вот выделяется так колечко. Вот это колечко. Буду прикреплять сюда с помощью разъемного кольца. И внизу также с помощью разъемного кольца буду вешать подвеску. Вот так. И сделала еще сережки. Ну пока без швенц. Просто собрала. Уверяла длину. И чтобы все было ровненько. Вот такие две сережки собрала. Осталось их подвесить на швензы. Серый дождик получился. Браслетик сделала вот такой двойной. Два оборота. Нашла у Ольги вот эти синие бусины. Которые по цвету прям подходят. Смотрите. Один в один к этому цветку. Искала у себя такие бусины, но нет у меня. Только бирюзовые, только голубые. Вот таких синих у меня прям не было. А у Ольги вот четыре бусинки нашла. И их сюда включила. Видите, в этот браслет получилось вот так вот. Вот такой браслетик. Здесь все вот так вот выполнено. Показываю вам все аккуратно. Такое вот украшение. И серьги. Серебряный дождь можно назвать это украшение. Музыка. 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 Музыка.